С каждым годом продолжает расти число пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы. Кардиологи рекомендуют не ждать тяжелых последствий, а вовремя обнаружить проблему и начать лечение. Для этого в взрослой поликлинике уже около двух лет работает кабинет хронической сердечной недостаточности. Медицина в последнее время совершает большие прорывы в плане диагностики, лечения заболеваний. Продолжительность жизни увеличивается население и, соответственно, пополняется количество больных с сердечной недостаточностью. Сейчас существует много хороших современных препаратов, которые продлевают жизнь пациента, затормаживают развитие сердечной недостаточности, улучшают качество жизни. Снижение насосной функции сердца возникает на фоне ишемической болезни или перенесенного инфаркта миокарда. Также причиной может стать течение гипертонической болезни, сахарный диабет, пороки, нарушение ритма сердца, осложнение после COVID-19. Проводим отбор пациентов, кто нуждается в проведении ресинхронизирующей терапии, установке кардиовертер-дефибриллятора или проведении радиочастотной аблации, при нарушениях ритма сердца, допустим. Ну и, конечно, в тяжелых случаях мы ставим пациента в очередь на трансплантацию сердца. Здесь мы работаем с институтом Шумакова. Галина Турба работает воспитателем в детском саду «Колобок». Отмечает, что после того, как переболела новой коронавирусной инфекцией, стала чувствовать себя неважно. А в ее профессии нет времени на хандру и уныние. Поэтому пришла к доктору, чтобы скорректировать лечение. Повышается давление, отдышка. Ну, я считаю, что это отдышка, наверное, после перенесенного заболевания ковида. Раньше это усталость, нет той быстроты, которой бы хотелось. Со временем все это вернется в норму. Надо себя держать на контроле, надо почаще приходить к доктору, потому что сейчас медицина с каждым годом совершенствуется. Может быть, что-то новое, какие-то препараты. Сейчас в кабинете хронической сердечной недостаточности на учете состоят порядка 780 человек. Но доктора готовы к тому, что скоро это число значительно увеличится. Ведь на прием к терапевтам постоянно записываются пациенты с тревожными для кардиологов симптомами – отдышка, сердцебиение, утомляемость. Галина Жукова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.